Всем привет! Я Даша. Это мой YouTube-канал о моде и стиле. Сегодня новый шопинг-влог. В первую очередь мне бы хотелось осветить новый дроп, который приехал в Lime. Это коллекция, вдохновленная последним показом Prada. К сожалению, пока еще не все модели поступили в магазин, поэтому я постараюсь снять вторую часть этого видео. А также заглянем с вами в Trend Island и посмотрим, какие там есть достойные новинки. Давайте начнем! Бренды Miu Miu и Prada каждый сезон создают одни из самых трендовых и цитируемых образов. И на осень таким образом стал вариант от Prada с сочетанием белой юбки с цветами, кашемирового джемпера и объемного пиджака. Lime сделал отличную вариацию пышной юбки, особенно учитывая, что у Prada она стоит 11 тысяч евро. Ну а для такого тренда как раз отлично рассматривать вещи именно от масс-маркет брендов. И вам есть такая же юбка с цветами, но в черном цвете. По качеству они абсолютно идентичны, но, конечно, черная достаточно сдержанная, а белая более эффектно смотрится, тем более на ней заметнее декор, поскольку он не сливается с юбкой по цвету. В этом образе на мне не юбка-баллон, а платье. Но, несмотря на хорошо выполненную юбку, она плотная, достаточно тяжелая, держит форму, мне, к сожалению, совсем не понравился по качеству пошива верху платья. Слишком высоко на меня села талия, и платье само по себе широкое в груди, поэтому я решила надеть на него свитер. Кстати, свое подобное платье я тоже переделала в юбку, которая стала гораздо более комбинаторной. Ну а что касается в целом, силуэта-баллон, он никуда не уходит, и сейчас на неделе моды в Токио, на будущий весенний сезон, можно увидеть такие топы. А бренд The Row на весну 2024 года предлагает такие же платья. В Lime появились не только базовые пальто, но и такие нестандартные модели, как этот вариант со швами наружу. Похожие, словно недошитые пальто и жакеты, были представлены у брендов Rock, Marjola, Yogi Yamamoto, и у этой модели в составе 75% шерсти. А юбка в этом образе абсолютно идентична той модели, которую я примеряла в прошлом видео, но она была в оливковом цвете. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это уже более лаконичный осенний образ на каждый день. Сумка не кожаная, но плетение выполнено качественно. И, кстати, многие бренды, чтобы снизить стоимость такой сумки, и не делают ее из натуральной кожи. Стилистически она очень схожа с моделями сумок от Bottega Veneta или сумками от более бюджетного бренда Little Liffner. Кстати, у этого пальто в составе 60% шерсти. Субтитры делал DimaTorzok У них часто в последних коллекциях можно встретить пальто с шарфом. Такие модели есть еще у бренда Totem. Ну а сейчас можно найти более доступный вариант такого пальто у Lime. Оно мягкое, шарф хорошо драпируется, но его можно также и отстегнуть. Он пристегивается сзади на пуговицу. Ну и в составе 50% шерсти. Субтитры сделал DimaTorzok Пальто Camel также идет со смесовым составом. Из натуральных материалов 30% шерсти и 5% кашемира. Есть такая же модель в черном цвете. А джинсы с ржавым эффектом, но модель достаточно короткая, поэтому на высокий рост подходит только с обувью на плоском ходу. Ну а еще мне бы очень хотелось отметить эту модель жилета. Он из 100% шерсти. Очень похожие варианты. Можно найти у Jill Sander, например. Также в Lime он представлен в трех цветах. Этот образ объединил в себе сразу два бренда. Limear и The Row. Мне нравится многослойность именно в монохроме. Во-первых, образ сразу не выглядит плоско. А во-вторых, если мы одновременно используем и многослойность, и колорблок в одном образе, на выходе он может получиться слишком вычурным и тяжелым. В монохроме же такого эффекта, наоборот, можно избежать. В осенних коллекциях вообще было много представлено монохромных образов в бежевом цвете разной тональности, что придаёт дополнительной глубины. И можно сочетать вместе цвета от светлого Camel до глубокого шоколадного, как у бренда Saint Laurent. И два образа с курткой-авиатор. Подобные модели можно часто встретить в коллекциях Эдис Лимана для Селин. И её можно сочетать как в более привычном кэжуал формате, надеваясь с джинсами и кожаными брюками, так и, например, выбирать костюмные брюки, как в моём первом образе. А ещё мне нравится сочетание такой куртки-авиатор со свитерами. Продолжение следует... Такую же юбку от бренда Никонорова я уже примеряла в своих предыдущих видео, но в тёмно-сером цвете, и она была в тонкую полоску. Это тоже она, но в благородном молочном оттенке. В сочетании с таким же жакетом образ сразу выглядит более вечерним и эффектным. В идеале мне бы хотелось собрать также образ, доигрывая эстетику бренда Saint Laurent, и надеть под жакет топ-майку с глубоким декольте. А пальто также от бренда Никонорова. Она идёт с фактурой под кожу крокодила, твёрдая и достаточно тяжёлая. Но справедливости ради, такие же пальто есть и у Balenciaga, и Ведьмо, и они также немного неповоротливые для того, чтобы держали нужную форму. И в последнем образе я хочу показать куртку от бренда PPS. Она неплохо выполнена. Декор кармана напоминает вещи от Bottega Veneta, плюс идёт удачная драпировка на рукавах, что придаёт дополнительный объём. Но хочу также обратить ваше внимание, что у этого бренда стали мелькать вещи, где идёт объём ради объёма. То есть просто делается вещь гипер-оверсайз, не беспокоясь при этом у её посадки. Хотя она крайне важна даже в оверсайз вещах. Поэтому я, например, точно могу не рекомендовать к покупке укороченное пальто от этого бренда. Спасибо всем, что досмотрели это видео до конца. Я буду очень рада вашей обратной связи, комментариям, лайкам и подписке. Буду стараться как можно чаще делиться своими обзорами. И надеюсь, что вам понравились те образы, которые я сегодня составила. Всем отличного настроения и до новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok